МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Мы уже рассказывали вам в последнем предновогоднем выпуске спортклуба о традиционном международном хоккейном турнире на призы и газеты «Известия». Именно в эти последние декабрьские дни уходящего года, а точнее 20 декабря, в Кремлевском дворце состоялся праздничный вечер, посвященный 50-летию российского хоккея. Полвека назад его называли канадским, но за 50 лет россияне доказали, что умеет играть не хуже, а подчас и лучше родоначальников хоккея с шайбой. Вы смотрите кадры того памятного сентябрьского матча 1972 года, когда наша сборная развеяла миф о непобедимости канадских профессионалов. Евгений Зимин, Борис Михайлов, Валерий Харламов, Александр Якушев, Владимир Петров, Александр Рагулин. «Какие имена! Какие хоккеисты!» Многих из них мы увидели в Кремлевском дворце начертывание звезд российского хоккея. И хочу сказать, что, конечно, первенство России, которое мы сейчас проводим, по мастерству, оно, конечно, уступает тем чемпионатам, которые были в наше время. Но ведь беда-то в чем? Мы не можем уследить. Они же сейчас уже в 17-летнем возрасте уезжают, уже одной ногой стоят здесь, другой на драфте и так далее. То есть вот этот вот переломный болезненный период, его надо как можно быстрее прожить. И тогда у нас для оптимизма будет больше времени и места и настроения. Накануне торжеств в Кремлевском дворце, по случаю юбилея, Федерация хоккея России опубликовала список лучших тренеров и игроков за всю историю. Анатолий Владимирович Тарасов, Аркадий Иванович Чернышов и Виктор Васильевич Тихонов признаны лучшими наставниками команд. А Тихонов до сих пор продолжает руководить ЦСКА. Ну, само по себе эта дата 50 лет, это и большая, и в то же время небольшая. За это время выросло очень много выдающихся спортсменов, тренеров. Очень много побед и радости было доставлено нашему народу. И, конечно, отметить такой юбилей, я думаю, заслужил наш хоккей. Свою лепту в развитии хоккея в России внесли, конечно же, и представители Самарской области. Сегодня для российского хоккея настоящий праздник, 50-летие хоккея. Наш хоккей – это гордость российского спорта. И мне очень приятно, что наши хоккеисты своей игрой доставили истинное наслаждение любителям всего мира. Незамываемые игроки вписали золотыми буквами страницу в историю мирового хоккея. То, что касается нашего Павловского региона, я могу сказать, что сегодня он вышел на самые ведущие роли. Команда города Тольятти, чемпион России. От Самары выступает в российской лиге команда ЦСКА ВВС. В нашем регионе семь команд, представляющие российскую хоккейную лигу в высшем обществе. И мне очень приятно, что основное направление развития хоккея идет от Самарской области. Самарскую область стали называть хоккейным центром России в последнее время. Это не случайно? Я думаю, что не случайно. Не только хоккейным центром, а вообще спортивным центром. Но я могу сказать немного областей, которые имеют две хоккейные команды. Мало того, что сегодня Лада борется за звание чемпиона Европы в клубном турнире. Это очень важно. Команда на днях уезжает. Мало того, ЦСКА ВВС даже одного игрока в помощь выделен игрок из другой команды. Взаимодействие. Ну и, конечно, Самарский регион, Московский. Московская область, я имею в виду, Челябинская. И Москва имеет по две команды, и чуть больше. Поэтому это неспроста. Такое количество звезд еще никогда не собиралось в одном месте. Встретились представители различных поколений российского хоккея. Гостей праздника в Кремле приветствовали президент Олимпийского комитета России Виталий Смирнов, председатель спорткомитета страны Леонид Тягачев, мэр Москвы Юрий Лужков и другие многочисленные гости, приглашенные на чествование лучших хоккеистов страны. Президент Борис Ельцин за выдающиеся заслуги в развитии отечественного хоккея наградил большую группу специалистов, игроков, наставников команд государственными наградами. Медалью ордена за заслуги перед отечеством второй степени удостоены двое тольяттинцев. Тренер Лады Сергей Михалев и капитан команды Анатолий Емелин. Геннадий Цигуров эту награду получил ранее. Праздник всегда есть, тем более 50 лет российского, советского, ну можно сказать даже русского хоккея, хотя он в канадске, как его называют. И тем более, что это наша любимая игра, это наша жизнь, которой мы отдали всю свою жизнь. Есть какие-то, наверное, и успехи у нас. Есть, были, были, конечно, большие, большие успехи у нашего хоккея. И сегодня он действительно праздник, это большой праздник. Хотя, хотя, допустим, на сегодняшний день есть какие-то у нас неудачи на международной арене. Но я думаю, что это временные неудачи. В дальнейшем, думаю, все поправится. Потому что хоккей, который зародился в нашей стране после войны, 50 лет назад, он стал действительно вправе народным видом спорта. Этот вид спорта, который по душе нашему народу, и в который с удовольствием играют мальчишки и девчонки сейчас уже играют в этот хоккей. И я думаю, что за этим видом спорта в нашей стране большое будущее, хорошее будущее. Но сейчас праздник, одним словом. Поэтому с праздничным настроением мы приехали сюда. На празднике в Кремле звучало немало поздравлений и тостов во славу отечественного хоккея. И как же нам было приятно, что мы, представители государственной телерадиокомпании «Самара», не являемся чужими на этом юбилее. Федерация хоккея России отметила и наш скромный вклад в пропаганду этого вида спорта. Наградив и ГТРК «Самара», и творческий коллектив программы «Спортклуб» вот такими специальными дипломами. Эти дипломы были вручены на новогоднем вечере во дворце спорта ЦСКА ВВС председателю ГТРК «Самара» Анатолию Семенову. Я очень заволнован этой наградой, потому что вот такой чудесный диплом – это впервые в истории нашей телерадиокомпании. Были дипломы и награды президента нашей страны в 96-м году, в прошлом 96-м году. А вот такая спортивная награда – это впервые. Я очень волнуюсь, хотя я абсолютно не спортивный человек, но я люблю спорт, я понимаю, как много от него зависит. Для развития души, для развития тела, духа. И поэтому мое поздравление в новом году всем нашим телезрителям, всем поклонникам самарского, именно самарского спорта, чтобы как можно больше яркости, как можно больше бодрости, как можно больше силы, энергии, энтузиазма, от которой будут выигрывать все мы – зрители, болельщики и так далее. Добра вам, счастья в наступившем 97-м году. А теперь вновь вернемся в Кремль на юбилейные торжества российского хоккея. Вообще праздник всегда встречается в хорошем настроении. А если говорить о российском хоккее, то, конечно, есть основания, потому что за 50 лет пройден великолепный путь. 116 олимпийских чемпионов, 162 чемпиона мира. Наша команда выиграла столько раз олимпийские игры в чемпионат мира, как ни одна команда ни в одном игровом спорте за последние 50-летия. А, собственно, в том 50-летии нашего века ничего особенно крупного не проводилось. Поэтому, конечно, есть объективные основания – радоваться и действительно праздновать наш юбилей. Владимир Лукович, Тольяттинская лада нарушила гегемонию, скажем так, столичных клубов на хоккейном олимпе. Это во благо российского хоккея? Любое движение во благо любого дела и, естественно, во благо российского хоккея. Это очень важно, потому что пример этот, он очень хорош для подражания. Все теперь понимают, что не только в Москве можно, так сказать, ковать победы. Итальяттинская лада доказала в предпоследний день уходящего года, что по праву считается лидером не только российского хоккея. В финале Кубка европейских чемпионов в германском городе Оберхаузене она переиграла шведский клуб МОДО и впервые в истории завоевала Кубок Европы. Подробнее об этом событии вы узнаете из нашего специального выпуска программы «Спортклуб» 16 января в прямой линии с руководством игроками «Лады». Готовьте вопросы! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!